Десять часов праздника без перерыва. В поселковом парке играет духовой оркестр Росгвардии, проходит творческий конкурс «Осенний букет родному селу». Победителя выбирает зритель, опускает записку с номером, понравившиеся экибаны в ящик для голосования. Большинству понравилась эта ваза из тыквы с цветами из моркови, кабачков и горького перца. Хотели показать красоту осени в Краснополяне. Но мы и назвали свою работу «Осенний восторг», поэтому что вот увидел и красиво. Пока школьники бегут в традиционную краснополянскую версту, взрослые упорно бьются на футбольном поле за кубок главы поселкового округа. В последний раз турнир проходит на старом стадионе. Уже в ноябре запланирована масштабная реконструкция. К чемпионату мира обещают искусственное поле и комфортные трибуны. К проведению крупных соревнований здесь уже все привыкли. День поселка в Красной Поляне начали отмечать в 2012 году, когда полным ходом шла подготовка к зимней Олимпиаде. Именно она полностью изменила здесь жизнь. О небольшом уголке Сочи узнал весь мир. Хотя история этих мест богата разнообразными событиями. В далеком прошлом здесь проходил кратчайший торговый путь, который связывал Северный Кавказ с Черноморским побережьем. Одно из главных исторических событий этих мест – парад царских войск в мае 1864 года в честь окончания 47-летней Кавказской войны. Так сложилось, что живут здесь представители самых разных национальностей. Колорит культур и необыкновенная красота природы – все это делает Красную Поляну местом притяжения для многих людей. Тем более, что благодаря Олимпиаде жизнь здесь стала не только интересной, но и комфортной. Раньше у нас было два первых класса, сейчас шесть, это уже о чем-то говорит. Увеличение идет почти по 200 человек ежегодно. То есть мы видим, у нас открылись, были сданы два волонтерских комплекса, куда заселились наши жители города Сочи. И увеличение Красной Поляны идет значительными темпами. Чтобы успевать за таким бурным развитием, уже запланировано строительство новой школы и расширение детского сада. В последние годы и Красная Поляна, и близлежащие поселки принимают гостей круглый год. Горы манят и летом, и зимой, обеспечивая работой местных жителей. Поэтому праздник решили установить на стыке двух курортных сезонов. В это краткое затишье перед зимним туристическим бумом. Ольга, 10-го телекомпания, ФКТ.